Всем доброе утро, девочки мои! Как всегда, мы выглядываем в окошко с утра. Сегодня у нас пасмурно, но будет тепло. Сейчас 12, пока утро. А будет днём до 19, и выглянет солнышко. А сейчас пасмурно совсем. А завтра у нас будет 20, небольшой дождь. И ночью будет плюс 15 завтра вообще. Вот на этой неделе, в общем-то, бабье лето объявили. И бабье лето будет, вся неделя будет тёплая, выходные будут тёплые. А на следующей неделе начнётся уже похолодание, уже настоящая осень будет. Ну что, давайте сегодня займёмся чем-нибудь, домашними делами. А у меня сегодня настроение прекрасное. Я сегодня выспалась. И меня радует то, что пошло потепление, уже не так холодно, надоело мёрзнуть. В общем-то, на этой неделе, у нас в конце недели включат уже батареи, я так думаю, уже по расписанию по сезону положено, 15 числа. Но в любом случае, уже будет тепло, уже мёрзнуть не будем. Это тоже радует. Солнышко скоро вылезет, тоже будет прекрасно и радостно. Вот, я сегодня с утра проснулась, уже сделала чистку лица, масочку сделала. В общем, привела себя в порядок. Самочувствие прекрасное, отличное. Хочу сегодня заняться домашними делами. Вот этими баночками, которые я купила. Они так и стоят запакованные, я ими не занималась вчера. Вот, я вчера стразики втыкала, смотрела фильмы, в общем, отдыхала вчера. Вот, и сегодня ещё я хочу винегрет сделать. Сейчас поставлю варить свеклу, картошечку. У меня всё для винегрета есть. И ещё я хочу сделать заказик, доставочку на дом продуктов. Потому что в баночке, у меня которые есть, они уже там полупустые. И, в общем-то, ещё кое-что заказать. Баночки появились. В общем, написала списочек и доставочку закажу. Потому что крупы это всё тяжёлое. Таскать я это не буду. Да и времени у меня нету. В общем, есть чем заниматься дома. Ну, давайте вместе с вами вот этим всем позанимаемся. Сейчас я вам, кстати говоря, покажу, сколько я уже сделала вот этот барсик. Барсик называю, хотя это барс, ну, для меня барсик. Уже глаза голубые сделала. Красивая картинка получается. Рамка уже есть. Всё прекрасно. Так, ну что, открываем. Вот он, красавчик какой, а. Глазки какие-то голубые, красивые. Ну, вот я уже сделала больше половины. В общем-то, ещё надо будет посидеть, поколупаться. Ну, красивый котик, да? Барс. Барсик его буду называть. Решила поставить в мультиварке картошку варить и свеклу. Пусть варится, чтобы она меня не отвлекала, пока не сварится. Всё, доставочку я оформила. Через час будет. Надо позавтракать. Мюсли с молочком. Много налила, но молоко последнее вылила, поэтому получилось много. Сейчас позавтракаем, дальше начнём делать дела. Прибыла доставочка. И вот что я заказала. Молоко я взяла ультрапарастеризованное. Это вот для как раз йогурта, который я буду делать. Пакетики взяла. Закваску теперь. Пускай молоко, оно долго хранится. В любой момент, когда захочу сделать йогурт, возьму и сделаю. Вот из тяжёлого заказала. Сахар, горох, рис. Лапша яичная, ролл там я такую беру. Хлеб был только такой, аютинского не было. Взяла вот эти голяшки. Сметана 15% Взяла 2 кг картошки. Это вот, по-моему, выгодно. Короче говоря, картошка неплохая. У нас тоже закончилась. И вот такую большую взяла. Туалетную бумагу. В общем, всё это, чтобы не тащить самой. Прекрасно. Всё, занялась я, девочки, баночками. Наконец-то. Вот, смотрите, я хочу вам показать банки, которые у меня уже были. И на что я хочу их заменить. Но я их уже освободила. Вот 4 банки занимают половину шкафа, да. Вот правая половина шкафа. И они заужены к низу, и они высокие. То есть сверху такую же уже не поставишь. И вот я их решила заменить на такие баночки, которые они идут как по ширине нормальные. В то же время по высоте они небольшие. Их можно одну на другую поставить. То есть там же в шкафу у меня уже будет более компактно место заниматься, да. Жалко, что у меня их досталось только 5 штук. Последние забрала. Но вот было бы их 8, было бы лучше. Но пока старые выбрасывать не буду. Потом еще, может быть, попадутся мне такие, еще докуплю. И вот я уже засыпала сюда сахар. Рис, который купила, поместилась полностью. Вот эта упаковка, сколько там, килограмм, 900 грамм, полностью поместилась. Так что мне это устраивает. Ну и здесь тоже с одной стороны можно открыть, здесь большая круглая дырка. Здесь можно закрыть, можно отсюда сыпать крупу. Вот. Также если сахар, то можно сыпать его, например. Ну и посыпать, если что, вот эти дырочки. Ну обычно я это все делаю ложкой. В общем, короче говоря, баночки вот эти хорошие, в то же время недорогие. 89 рублей одна банка стоит. Это недорого. В общем, девочки, по баночкам я все разложила. И мне еще баночек даже не хватает. Распечатала вот эти названия. Сейчас понаклею. Все будет у меня красиво. О, какая красота у меня получилась. Было бы больше баночек, я бы, наверное, нашла бы еще что туда положить. Вот видите, вот понаписала вот это все. Теперь классно. Теперь у меня все в аккуратных баночках. И вот такие вот баночки, видите, они компактненько друг к другу рядышком становятся. И друг на друга еще можно поставить. Более вместительно получается. Панировку с манкой путала раньше. Крахмал с содой путала. Ну, а сухофрукты, орешки не стала подписывать. И так видно. Вообще классно вот эти прозрачные баночки сверху. Ну, их было три, последние забрала. Ну, вот, все баночки я уложила. Все очень компактно тут поместилось. И вот там, видите, вот эти баночки одна на другую еще пространство остается. И даже вот там вот сзади я высокую банку сверху маленькую поставила и поместилась. То есть там сзади еще можно маленькую поставить. Здесь еще сверху можно две маленькие поставить. Вот такие мне, если попадутся, еще три штуки я бы купила. И я найду, что туда спрятать. А вот эти вот у меня тут разные баночки стояли, вот так вот в ряд. Сейчас одна на другую стала. И почему я люблю вот эти квадратненькие, маленькие квадратненькие. Да и большие квадратные тоже, если бы были вот на килограмм, я бы их взяла. Но удобно то, что, видите, одно на другую поставила, очень много поместится. Тут еще можно было бы три штуки поставить. Ну и тоже можно будет докупить потом. И уксус я перелила заодно в бутылочку. В общем, короче, у меня теперь порядок. Я счастливый человек. Ну вот баночки появились. И тут как-то более-менее все упорядочилось. Тоже еще баночки бы надо. Ну тут сухофрукты, мои всякие орешки. Здесь это у меня кашки. Сок Насте, угощение Насте. Макароны, изделия можно было бы тоже переложить еще. Такие баночки я бы еще набрала. Вот у меня даже, видите, укроп в банке, в такой, из-под кофе хранится. Тоже вот еще банка нужна для этого. Так что баночки еще куплю попозже. Наконец-то я управилась со своими баночками. Надо же скорее порезать мне этот винегрет. Уже кушать хочется. Девочки, по поводу досок, вот этих, что я вам хочу сказать. Я посмотрела в комментариях, мне там одна написала, что доски не берите. Не мне написала, а написала вам всем. Не берите доски в фикс-прайсе, вот эти гибкие, что они плохие, что они режутся. Вот эта вот доска одна у меня, она гладкая. Вот я за что могу сказать. Насчет режется, ну, я не знаю, тут настолько вот мало, что, ну, как бы, хотя у меня нож острый, но не режется так, чтобы глубоко, чтобы оно там, ну, как бы отколупывалось или что. Единственное, что вот одну доску я взяла, а у нее покрытие как софт-тач и прилипает сюда. Особенно вот кабачки я резала, очень удобно. Они прям прилипают к ней. А другая доска, у нее поверхность такая вот, она, знаете, как в пупырчик, пупырчик. Вот, вот этой доской я пользуюсь с удовольствием. И вот я ее уже пользуюсь давно, я не могу сказать, чтобы она там как-то изрезалась. Ну, полосочки видны, но так оно никак не влияет на фактуру, на, как бы, свойства свои не теряет доски. Так что вот это я больше люблю пользоваться. Ну, это реже пользуюсь, это так, если колбасу там что-то нарезать. Так что буду резать на этой, которая мне привычна. Прекрасная доска, мне нравится, поэтому я не могу сказать прям не берите. Берите, конечно, кому нравится. Это, я не знаю, чем топором резать или чем-то, может что-то рубить, чтобы она порезалась, порубилась, не знаю. Так, ладно, в общем, болтовня болтовней. Такой, надо начинать быстренько, быстренько, мне надо нарезать винегрет, я хочу его поесть. Хочу винегрет поесть. У меня там супчик еще есть, конечно, но я супчик лучше оставлю на потом. А вот винегретико хочется уже не кипиться. Так, сильно, мелко резать я не буду, так как я режу это для себя. У меня бабушка вообще, даже гостей, когда звала, она так крупно винегрет нарезала, у нее такие были, знаете, куски 2 на 2, картошка, свекла, приходили в гости. Ну, мама там, брат ее, и они смеялись, посмеивались над бабушкой, что она так крупно резала. А, кстати говоря, а мне вот, мне кажется, что детям больше нравится, когда крупно, если какой-то продукт не нравится, можно его отложить в сторонку. И мне даже крупно понравилось в этом плане. Ну, я делаю, как привыкла, по сантиметру кубики режу и все. Так, что еще по ходу я хотела сказать по комментариям? А, сейчас вышло сегодня видео, там, где я себе штанишки, кофту покупала в Миге. И там, где я вот сумки снимала, полочки с сумками, и там, значит, кто-то мне написал, вы снимаете, не как, вы там рассматриваете сумки мужские. Ну, девочки, я снимаю все подряд. Вот попались они там на полке мужские, ну, значит, я сняла мужские. Купила-то я женскую, чего придираться? Вот есть люди, которые прям попридираться охота. Мне кажется, специально кто-то выискивает, к чему бы придраться. А, придирусь-ка я вот к этому. И самое главное, что когда кто-то к чему-то придирается, и куча лайков этому комментарию ставит прям. Вот меня удивляет это. Ну, мне-то что, я не обращаю внимания на это. У меня много комментариев хороших, которые люди пишут, что им понравилось, что они за меня радуются. Вот на эти комментарии я больше обращаю внимания, которые меня радуют. Вот так. Все, девочки, быстренько сейчас нарежу и буду кушать. Все, закончила. Вот без камеры быстрее все режется. Винегрит нарезала, он еще, правда, не настоялся, но ничего, уже можно кушать. И у меня тут буженинка есть. Покушаю, сяду своего барсика лепить и телевизор смотреть. А на улице все-таки солнышко вылезло. Я думала, целый день будет пасмурно. Солнечный день. Классно. Здорово. На градуснике 22 градуса показывает. Ну, класс. Тепло. Сейчас открою карточку. Все замечательно. В общем, девочки, посидела я остаток дня. Вот уже больше сделала. И сейчас решила сделать йогурт в мультиварке. В общем, я беру литр молока. Вот это молоко ультрапастеризованное. Я беру пастеризованное, ультрапастеризованное. Оно обычно такое. Ну, взяла, решила взять 2,5%. И вот это йогурт, который я купила за кваску в Ашане. Здесь 5 пакетиков. Вот такой пакетик один. Надо будет растворить, тщательно перемешать в молоке комнатной температурой. И поставлю я. Здесь, кстати, есть инструкция. Все написано. Можно в йогуртнице, можно в мультиварке. Вот. И поставлю я. На 10 часов на ночь поставлю как раз. И утром будет йогурт готов. Всем доброе утро, девочки. Мои. Хотя утро, можно сказать, с натяжкой. Потому что еще пока утро не наступило, а еще пока ночь. Но сейчас уже пятый час, а я проснулась. Было начало четвертого. Вот. И как раз я смотрела по таймеру, что у меня уже подходит к концу. Приготовление йогурта. И, в общем-то, я встала. При том, что сегодня Настя в садик не идет. Сегодня Настю приведут ко мне. Целый день она будет со мной. Немножко она приболела. Поэтому решили в садик сегодня не везти ее. В общем, я еще думаю, надо приготовить компотик. Ребенка надо поить компотиком. Ну и, в общем, что приготовить, я так думаю. Чем Настю кормить еще сегодня. В общем, короче говоря, я встала. У меня еще нужно заказ Фаберлик сделать. Сесть, написать спокойно, пока я одна. Вот. Почитала ваши комментарии. Как раз-таки девушка одна пишет. Покажите процесс приготовления йогурта. Девочки. А я не знаю, как показать вам этот процесс. Я вам показала, что молоко комнатной температуры. Пастерилизованная. Я добавила пакетик йогурта. Размешала. И отправила в мультиварку. Поставила режим йогурт. По-другому я готовить, честно говоря, и не знаю. Там термостал эти, в этих баночках еще как-то готовят. Но везде есть инструкции. В общем-то, я всегда готовила в мультиварке. У меня нормальный йогурт получался. Этот йогурт я еще не открывала, крышку не смотрела. Вместе откроем, проверим. Вот и все. В общем-то, 8 часов. У меня мультиварка показала 8 часов. Это на литр молока. И все. Вот оно там при температуре невысокое. Оно там готовится постепенно, очень долго. И, в общем-то, обычно на ночь я ставлю. И, в общем-то, оно уже должно быть готово. То есть, оно уже готово. Потом его охлаждаю и пьем. Потом пьем, я йогурт пью натуральный. Внучке там немножко варенья добавляю, ложечку. Так, чтобы подсластить чуть-чуть. Вот, значит, сегодня компот хочу сварить. Еще у меня есть болгарский перец. Чтобы он просто так не лежал. Тем более, уже на зиму-то я в этом году не приготовила. В прошлом году приготовила. Вот даже две ванночки сделала. Болгарский перец нарезала, заморозила. И хватило на всю зиму. Еще даже там оставалось. Я его уже потом весной по-быстрому, даже не весной, уже летом, по-моему, я уже быстрее-быстрее доготовила. В этом году, я думаю, не буду я делать много. Одной ванночки будет достаточно. И, в общем, я там только в суп его добавляю. И немного, в общем, мне его хватит на зиму. Потому что я супы особо сильно не люблю готовить. Редко их готовлю. Борщ тоже там, когда-никогда. Вот. Так что, в общем-то, и все. И потом мне надо будет в фаберлик быстренько сесть, записать список, запас этот сделать. И ждать Настю. И сегодня чем будем с Настей заниматься, не знаю. Ну и, в общем-то, Настя диктует, как говорится, чем заниматься. Что смотреть. Она сама захочет, возьмет. У нее там в уголочке лежат все ее там альбомы, там книжки. В общем, развлекашки всякие, разные карандаши и краски. И, в общем, все у нее есть. Так что, у нее тут для развлечения есть полно всего. Но она любит посмотреть телевизор, потерроризировать бабушку. Бабушка, включи это, включи то. Нет, давай это, давай то посмотрим. В общем, короче говоря, будем сегодня время проводить с Настей вместе. Так, а сейчас я ставлю воду на компот. И мы сейчас откроем крышку и посмотрим, что там получилось с моим йогуртом. А еще по поводу комментариев хочу сказать. Почему-то, я смотрю, в последнее время некоторые подписчики пытаются меня как-то подколоть. Подколоть, как-то высмеять или еще что-то такое. Я показала, что я купила вот эту маленькую сумочку. Я такую сумочку давно уже хотела. Нет, кто-то пишет. Вот хорошо, что вас подписчики заставили сумочку купить, новую сумку купить. А то вы ходите с пакетом. А кто не ходит с пакетом в магазин? Я не могу понять. И, во-первых, я никуда не хожу, кроме как в садик и в магазин. Ну, естественно, если я иду в садик, то по пути забегаю в магазин. Я хожу в магазин с пакетом, да. Но вот этот пакет, он как-то более летний. Потому что, ну, с ним он такой вот летний, конечно. Когда дождь, когда снег, с пакетом таким не походишь. Маленькая сумочка, я вам уже сказала, для чего нужна. Чтобы положить туда сугубо кошелек, телефон, ключи, как бы и все, да. Если мне нужно там пробежаться в садик, в магазин не заходить, сумочку раз и то сделала, накинула и вперед. Понятное дело, что если я там еще в магазины собираюсь заходить, ну, там уже, понятно, я уже возьму пакет. А в чем проблема, я не могу понять. У меня проблем нету. Я без проблем хожу с пакетом. Кто-то с какой-то подколкой пишет. Вот городская женщина ходит с пакетом. Да. Хочу удивить того, кто это написал. Вообще городские женщины ходят с пакетами. Как это ни странно. Не только в деревне. Я даже не знаю, с чем ходят в деревне люди. Ну, наверное, так же, как и в городе. В общем, короче говоря, кто-то пытался меня подколоть. Как-то, не знаю, даже кто-то там написал, что я деревня. Вот. Ну, я уже заблокировала этого человека. Хочу вам напомнить, девочки, если какие-то комментарии портят мне настроение, я их просто блокирую, чтобы настроение у меня не портилось в следующий раз, когда в следующий раз буду листать эти комментарии. Так что, когда вы пишете комментарии, вы имеете в виду, что, ну, если вы не хотите, чтобы я вас заблокировала, ну, вы как-то подбирайте выражения, да, и потом оскорбления в свой адресе я терпеть не собираюсь. Так что вот так. Ладно, поехали дальше. Посмотрим, что у нас там сейчас с йогуртом. Ну что, открываем. Надеюсь, йогурт получился. Ну-ка. Так. Вот, видите? Вот такой вот йогурт. Оп, оп. Да, йогурт готов. Можно перелить его в кастрюльку и поставить охлаждаться в холодильник. Всё, компотик у меня уже варится. Слива, алыча и ложечка варенья. Всё, Настюшка ко мне уже пришла. Она села рисовать. Мультики пока смотрит. Я пока с неё рисую. Пока только вот это успела рисовать. Рисует куколку. Посадила, она посадила куколку напротив. И сейчас с натуры рисует куколку. Ну, молодец. Ну что, всем привет. И всем пока, и всем привет. Ну вот, девочки, я дождалась Настю. Настя пришла. Пока её ждала, я ещё алмазики немножко повтыкала. У меня осталось уже чуть-чуть внизу, немножко. Но это я уже буду делать, наверное, завтра, потому что я сейчас убрала, стол освободила. Настя села. И там она уже рисует, занимается своими играми, разными своими делами. В общем, стол принадлежит Насте, когда она у меня в гостях. Вот. Ну, так как Настя приболела, поэтому мы решили сегодня не сниматься. Я уже свои дела все поделала, всё сняла, что собирала сделать, покушать приготовила. Вот. Так что мы сейчас будем с ней отдыхать, кушать, смотреть телевизор, играть. Настя будет там, если захочет во что-то. Вот. Ну, и лечиться немножечко. И, в общем, на сегодня больше планов никаких. Ну, и поэтому я хочу это видео закончить, для того, чтобы вы завтра утром уже могли его увидеть, чтобы оно вышло вовремя, своевременно. Если влог получился коротеньким, ну, значит, в следующий раз я сниму что-то подлиннее. Ну, а я с вами прощаюсь на этом. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok